Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная звука. Сегодня 17 марта, мы сегодня впервые решили с Катей пробиться в теплицу. Я ее отправила вот первопроходцам и смеемся, шаг пройдем, проваливаемся. Ой, это я провалилась. Я побоялась идти первая, а теперь застряла в сугробе, не могу вылезти. Короче, не смогла я уговорить кого-нибудь, чтобы мне тоннели пробили. Решили так, как чокси, просто сами лезть. Слушай, я по пояс провалилась. Так как у меня вес намного больше, чем у Кати, я проваливаюсь глубже. И потом долго не могу вылезти. Но сейчас, когда приползем к теплице, я тогда включу еще раз и дальше буду показывать, как я сижу или лежу в сугробе бесполезно. Не очень интересно. И интересно, смотрите, какой маленький продавленный след после Кати, легковесный. И какой после меня след. Туда, наверное, на сантиметров 70 вглубь. Так, идем дальше. Вот немножко прошли. Там видно уже сломанную теплицу, которая, помните, я говорила, во время снегопада сломалась. Но нам надо идти дальше пока что. Снега очень много еще. Смотрите, видите, сугробы. Вот придомовая теплица, где я внутри сегодня стояла. Снег. Очень большой сугроб. Метра два точно. Вот я зашла в теплицу. У меня здесь два градусника. Я сейчас буду проверять температуру. Ну и так уже я поняла, что здесь очень жарко. Вот то, что показывает вот этот градусник 30 с лишним. Это, конечно, температура не та, которую нужно. Его нужно было, ну, этим, газеткой перекрыть или чем-то. Я потом, короче, сделаю так, чтобы видеть реальную температуру. Но все равно из-за того, что хочется раздеться, и сразу пот уступает на лице, на шее. Я поняла, что здесь очень жарко. И, казалось бы, уже условия, ой, солнце вышло, такие подходящие для выращивания. Но я всегда ориентируюсь по траве, по сорнякам. Вот смотрите, сейчас покажу вам. Вот видите, начала расти сорная трава. Как только начинает появляться в теплице сорная трава расти, это индикатор того, что здесь условия подходящие и для выращивания наших культур. Но нам ведь, если мы сейчас посеем, там, например, поверхностно, салат какой-то, что-то такое, он, конечно, вырастет. Но нам ведь томаты нужно туда заглублять. И поэтому я проверяю не только температуру воздуха, но и температуру грунта. Вот у меня градусник, который в прошлом году с Москвы мне прислали. Температура грунта 10 градусов на той глубине, вот, ну, тут 10-12 градусов, ой, 10-12 сантиметров на той глубине, на которую я буду сейчас высаживать, ну, не сейчас, через 2 недели, томаты. То есть это высота стакана. Но мне нужно знать, какая температура там глубже. Поэтому я вот сейчас, ну, сегодня или завтра, проделаю туда подальше ямочку и смирю температуру. Никакой обогрев здесь, конечно, еще не включен. Первый раз я попала в эту теплицу, пока что только смотрю. Вот здесь я осенью показывала, как сидираты, муж мне помогал, перекапывал. А вот это, это как ушел в зиму, зеленый салат здесь был посеян. Салат рукола. Вот здесь очень жарко, невозможно уже все, охота форточки открыть. Я принесла и сейчас оставлю здесь разведчика. Вот видите, узнала об этом методе первый раз нынче. У меня же все до этого допотопно, как я вам говорила, что я по сурной траве определяла, пора не пора высаживать. И написала в сообщениях одна женщина, я всегда, говорю, в теплицу запускаю разведчика. Вот в то время, когда хочу высадить. То есть один томат, который ненужный, вроде бы он лишний, и который можно пожертвовать. Вот таких томатов я посеяла чуть больше на запас. У меня их много лишних. Вот это москвич. Он в хорошем состоянии, маленький такой, скороспелый томатик. Я его хочу сегодня здесь оставить и посмотреть, как без обогрева грунта будет он здесь сохраниться или нет. Но, скорее всего, ночь он не переживет. Потому что, как я уже говорила, может быть, кто-то помнит, ну и кто, у кого теплица есть, они сами знают, что поликарбонатовая теплица, в ней тепло без обогрева только тогда, когда солнце. Вот сейчас выглянуло солнце, 32-35 градусов, солнце уйдет, моментально в течение часа все это, температура понизится. Особенно, видите, у нас же сугробы вокруг, вокруг теплицы все завалено снегом. Она как обложена, как холодильник вокруг. И температура быстро понижается. Поэтому ночью здесь, скорее всего, холодно и, может быть, даже минус. Но если будет здесь ноль или плюс один, то разведчик не пострадает. Все. Я завтра приду сюда, чтобы посмотреть, для чего я хожу вокруг да около этого. Я первый раз, у меня подогрев грунта, я не знаю, когда его включать, на сколько его греть перед тем, как высаживать томаты. Неделю нужно, 10 дней или как. Так, и вот поэтому, чтобы определить, тоже лишний раз неохота же его гонять неделями. Если я раньше, например, раньше 5 апреля не смогу высадить из-за того, что у нас вокруг сугробы и холодно, может быть, нет смысла его рано включать, а может быть, наоборот, нужно включить рано. Короче, я ничего не знаю, буду вам все показывать, все, что буду делать. Пока что я пришла, посмотрела температуру. Грунт 10 градусов, воздух 30 градусов, вся мокрая, уже сижу, надо куртку снимать. Сегодня оставляю разведчика, москвича, завтра посмотрю, как он тут у нас перезимует. И, скорее всего, может быть, завтра включу подогрев грунта. Даже если я так надумала, даже если я буду высаживать в апреле, я могу на те короткие периоды, когда будет и ночью плюс, и днем плюс на улице, хотя бы выставить их сюда, ну, примерно как вот они будут посажены, и они хотя бы несколько дней постоят в теплице, чтобы адаптироваться, провести закаливание перед тем, как их высадить. Короче, работы сейчас много, начнем с разведки.